сегодня мы с вами приготовим домашнюю острую чили пасту кучудян и сделаем это на основе яблок сладкие яблоки среднего размера 3 штуки нам сегодня будут с вами нужны и я уже прежде готовила домашнюю чили пасту кучудян на основе хормы линк на это видео здесь вверху а другой раз я помню готовила на основе слив и линк здесь тоже есть вверху на эти оба рецепта сегодня же мы будем делать это с яблоками первое то что нам нужно сделать конечно же хорошо помыть и почистить яблоки любым удобным вам образом затем мы удаляем у яблок сердцевину тоже делать это так как вам удобно и после этого нам нужно будет подготовить яблоки к тепловой обработки а я для этого нарезаю их сначала относительно тонкими дольками затем соломкой и после уже на мелкие кубики тоже делать делайте это любым удобным вам образом закладываю в кастрюльку лучше в данном случае берите достаточно плотную кастрюльку с плотным дном объем у яблок кажется большим но он значительно уменьшится и мы тушим яблоки на средне слабом огне все время их помешивая лучше спалить деревянную ложку при этом яблоки должны у нас вами протушиться и размягнуть и уменьшиться в объеме после этого мы снимаем кастрюльку с огня и даем немного остыть яблоком до теплого такого состояния и после этого измельчаем яблоки блендером в пюре я это делаю ручным блендером как вы видите у нас консистенция должна быть именно такая пюре иные чтобы у нас не осталось никаких кусочков и твердых частей затем далее мы готовим вот это полученное яблочное пюре на слабом огне все время помешиваю данном случае очень удобно пользуется именно спатулой наша задача выгнать из яблочной массы по максимуму влагу и жидкость то есть мы должны довести яблочную массу до густоты джема или пасты потом когда она остынет она еще уплотнится но смысл в том когда вы поднимаете например на ложке она должна с трудом с ним падать вот такая у нас должна получится густота для того чтобы масса быстрее остыла лучше переложить это в какую другую емкость мы остужаем эту яблочную массу натуральным образом полностью я для этого ее периодически двигала чтобы она быстрее остывала не лежала горки так она быстрее остынет и я еще буду делать следующее беру железная ситечка пруга и поскольку то паста соевая который я буду сегодня использовать содержит себе цельные бобы можно использовать дидян пасту можно мисо пасту просто некоторые надо из них бывает с цельными бобами поэтому я ее вот таким вот образом перетираю через сито можно и в блендере перемолоть в принципе это неважно не принципиально и мы должны получить с вами вообще просто вот этой перетерки если она вам требуется соевую пасту 2 столовые ложки напоминает может быть мисо или дидян или же ферментированный соевый порошок 3 столовые ложки которые можно купить в магазинах корейских товаров теперь мы с вами вмешиваем соевую пасту в яблочную массу и далее добавляем подсластитель сироп мед или сахар по вашему выбору около 75 грамм но смотрите здесь дело вкуса здесь лучше сначала сразу все не добавлять добавить допустим сначала половину вмешать это в массу и дальше потом можно отрегулировать будет общий вкус в корее кстати чаще всего используют зерновой или кукурузный сироп затем нам нужен с вами красный молотый перец чили острый и в общей сложности где-то около 75 грамм это должен быть порошок мелкого помола и здесь тоже сразу все не добавляем просто для того чтобы было удобнее перемешивать добавили например половину все хорошо вмешиваем чтобы у нас получилось такая однородная красивая масса обратите внимание на консистенцию она густая но при этом мягкая но такую консистенцию даже с вами паста получить и затем добавляем соль где-то 1 2 столовые ложки опять же это соль всегда у него концентрация разная поэтому возьмите например сначала одну ложку вмешайте ее и после этого сделайте такой тестинг попробуйте пасту на вкус соленая остро сладко должен быть такой баланс она не должна быть не сильно соленая не сильно сладкой она должна быть острая но при этом так что прямо-то ворвиглаз ну вы понимаете о чем я говорю то есть должен быть такой баланс остро сладко-соленый и вот такую красоту мы с вами получаем сегодня у меня снова было яблоки вообще я предполагаю что можно взять за основу и грушу и киви и получится лучше даже слаще на киви но просто яблоки обычно всех и всегда есть и они дешевые поэтому я решила сделать это на яблоках в этот раз и использовать пост можно уже на третий день после приготовления мы храним а пасту в контейнере стеклянным или пластиковым в холодильнике и после того как мы ее приготовили мы сразу ее ставим в холодильник в обычном холодильнике срок хранения ее будет до трех месяцев надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь здесь еще раз придем способ приготовления и ингредиенты приятного вам аппетита